Здравствуйте, дорогие друзья! У меня просили сделать обзор растений, которые у меня растут, поэтому выполняю вашу просьбу и начинаю вот с этого подоконника, на котором у меня в основном растут, конечно же, фиалки, ну, так как фиалкам просто тут более подходящего слоя по температуре. И вот давайте я по порядку и начну. Стоит, конечно же, всё тесно, места, как обычно, не хватает. И вот если начинать вот с этого края, значит, там у меня растут фиалки. Фиалки у меня все растут на фитиле, практически все. И вот эта вот парочка, это те фиалки, которые я вместе с вами пересаживал. Они были в обзоре. Как спасти засохшую фиалку, то есть не засохли. И вот я их посадил. И вот эти вот середины уже все отросли. Это те же самые фиалки. Рядом с фиалками укореняются вот у меня гибискусы. Эти укореняются, эти уже давно укоренились. Я их скоро буду рассаживать. Вот эти вот гибискусы, я специально их посадил. И, в общем, они уже вот укоренились, часть. А часть еще с такими полувялыми листиками вот здесь вот. Но они укоренятся. То есть, если они не по желудели, ничего с ними не случилось. Это я к тому, что я знаю, вот кто разводит цветы, значит, могут быть трудности при выращивании, при укоренении, точнее, гибискусов. Поэтому я дальше специально сделаю вот такой вот ролик. От начала и до конца. Я там записал от момента, как я срезал, как я брал эти черенки. Вот здесь вот обычные традесканции. Традесканции, вот есть пиастролистные, а есть вот такие вот обычные. Они все растут в одном вазоне и стоят на фитиле. За традесканциями у меня есть... Вот туда я уже так не пролезу. Значит, там у меня толстянка Хоббит. Вот она, вот эта вот толстянка Хоббит. И там дальше в углу кактусы. Там аустроцилиндропунция, форма карликовая. И еще парочку кактусов вместе с ним. Поэтому они там вот растут, им там светлее. Ну и пока я с пеларгониями не разобрался, мне нужно освободить место для пеларгоний. И потом на это солнечное место я поставлю вот эти вот все кактусы. Также на освещенном месте у меня стоит фикус панда. Вот это вот фикус панда, тот же, который цвел, завязывал вот эти вот сиконии. Спасибо вам, кстати, за ваш комментарий. Я теперь знаю, что это такое, что это сиконии. Так что вот такой вот высокий фикус панда относительно вырос. Я его пересаживал уже года два. Поэтому растет он в таком вот небольшом вазоне. Грунт тут, ну, я бы сказал, сухой. Он там где-то, где-то далеко влажный. В общем, я его не заливаю. У меня вообще такое отношение к поливу. Я как-то научился их не заливать. Они у меня скорее даже подсыхают иногда. Вот что касается фиалок. А здесь у меня вот пропустил джинкос. Джинкос у меня также был в обзоре. Я вам показывал, что я с ним делал и как он вырос. В общем, я его засушил. В общем, у него вот такие вот огромные стрелы. Был он, я не знаю, во сколько раз меньше. Но после того, как я его пересадил, и он растет вот в грунте, в таком, в торфяном. И очень-очень мокро. То есть, скоро я его буду уже поливать. Видите, черный грунт. И вот у фикуса панды обычный, не черный. Это джинкос, который еще называется карандашная трава. В общем, скоро он дорастет уже до верха подоконника. Уже туда будет касаться. Конечно, у него такие вот эти все кончики листьев могут подсыхать, если ему жарко. Но и они, к тому же, такие островаты. Они, конечно же, не проткнут ничего. Но такой легкий массаж, скажем так, сделать могут. Ну, давайте пойдем дальше. Значит, здесь у меня под окном еще один фикус. Этот фикус зимует тут же. И у него уже корни начали выходить на поверхность. То есть, он приподнимает уже сам себя. Я его буду пересаживать. Но при том, что здесь около трех литров. И фикус у меня вот такой вот растет. Скоро там до подоконника, до верха дорастет. Верхушки у него активные. Листья у него также нарастают. Верхушки нормальные. Но вот эту вот ветку, конечно же, я буду обрезать, чтобы дать стимул вот этой вот. Ну, а это как бы отдельное видео. Я пока делаю просто обзор, что у меня там и как стоит. Дальше я вам скажу про освещение. Значит, здесь у меня фиалки. И здесь же у меня бегонии элотеор. Фиалки у меня все. Также вы знаете на фитиле. Это я вам уже сказал. Это бегония элотеор. Вот цветет и дальше она будет еще больше цвести. Про сорта я вот сейчас не рассказываю. Просто такой вот общий обзор. Здесь бегония также уже с бутоном. Вот она уже цветет. И молочай. И там вот дальше еще опунция. Это опунция без иголок. Она у меня укореняется в такой песчаном грунте. В такой песчаной земли смеси. Торфяной, торфяно-песчаной. Уже укоренилась. Буду скоро ее выставлять уже на свежий воздух. Тут у меня ряд глоксиней. Это Кайзер Вильгельм. Это также Кайзер Вильгельм. А вот эту вот глоксинью я вам показывал совсем недавно. Бутоны у нее уже выдвинулись. То есть они уже скоро будут свести. Рядом в компании фиалок зацвел у меня катарантус. Катарантус я вам также снимал и показывал. Вот он уже зацвел. Вот здесь вот маленький клубенек глоксиней, который проснулся и пересох. Я же говорю, если у меня растения не на фитиле, то значит я имею склонность их пересушивать. Но глоксиней, как вы знаете, это все равно цвести пока не будет. Это на ее здоровье никак не сказывается. Вот эти вот пятна, это пятна от воды. Если вода вот с удобрениями, значит попадает. И если просто высыхает, вот например пятно осталось. А если это освещение, то значит остаются вот такие вот следы. А это у меня рождественник. Рождественник у меня растет в вазоне паротпод, который сам себя поливает. И он мониторит все условия, которые есть у меня вот в этой комнате, на этом вот подоконнике. В общем, хочу по паротпод несколько вот слов сказать. Он себя оправдывает. Оправдывает в каком плане. Во-первых, он сам поливает, сам оценивает влажность грунта. Он оценивает освещение. И на телефон я получаю уведомление о том, в каких условиях, надлежащих или нележащих, содержится вот это вот растение. При посадке вы выбираете тип растения, какое хотите посадить. И все. Дальше влажность определяется по типу растений. Для саккулентов это одно. А если бы я туда посадил джинкос, вот это вот пенсилграс, карандашную траву, это были бы совершенно другие условия, другая влажность. Далее тут растут фиалки. Фиалка вот уже бутонница. У нее, ну, около, так называемое, вот шапочное цветение будет. Будет. Это оно только начинается. И то, вы же видите, я все вот эти вот бутоны, как бы, и не выправляю. Вообще их надо выправлять, чтобы они стояли. Тогда будет шапочное. Ну, это дело вкуса. Вот это вот, например, не шапочное. Но оно мне так же нравится. Это просто другой сорт. Значит, фиалки. Бальзамин требует полива. Он у меня так же стоит на фитиле. Бегонии Элотиор. Овесистая. Это желтая Нобель. Очень-очень такая крепенькая. И вот здесь, под листами Гваксинии, растут еще много фиалок, которые говорят, разделите. Раздели меня. Раздели нас. В общем, скоро разделю. Вот тут у меня в уголке трейлерная фиалка. Уже вот зацвела эта детка трейлерной фиалки. И здесь вот куча-куча всяких фиалок. Вот сразу, конечно же, скажу, тут сорта разные. Но буду их все рассаживать, рассаживать, рассаживать. Они уже все начали куститься. Они растут вот в таком, значит, общем контейнере. Но они все равно все на фитиле. Просто я, когда уезжал, я их все посадил в такой вот контейнер и наливал туда воды для тех растений, которые мне делал капельный полив. О капельном поливе скажу далее или запишу отдельное видео, более подробное, как я поступаю, если куда-то нужно отлучиться. Я делаю полив из капельниц, из медицинских. Вот это вот певаргонии из семян. И тут еще перец. Перец соседился к ним. Я садил в один день перцы и пересаживал вот эти вот все сеэнцы. Поэтому они вот вместе ее выросли. Вот здесь вот у меня стоят вот так же вот фиалки. Здесь детки фиалки. Уже так же просится, выставляя нас на солнце, разделяя нас в махте место. А здесь вот глоксиния, которую я сдерживаю. Мне сейчас не нужно, чтобы она ни цвела, ни росла. Я хочу это оттянуть на позже. Поэтому она пока стоит здесь, в это ей там еле-еле попадает. Много ей давать нельзя. Я ее дальше вот буду срезать и слегка пересаживать, обновлять ей почву. Вот эта вот почва уже такая, немного как пересохла. Значит, нужно обновлять ее. Но поэтому пусть она пока стоит. Вот здесь вот у меня стоит фиалка. Она хоть и в такой не сильно освещенном месте, но она растет. И здесь вот еще вот этот вот лист дает третье поколение. Там также есть детка. Буду ее скоро рассаживать. В общем, не видно. Но я знаю, что она там есть. Они просто политы, поэтому хрустнет, если я буду его сильно нажимать. Теперь немного по условиям, по освещению. Как вы видите, я просто закрыл, припустил вот эти вот шторы на окнах. Поэтому, а еще не сказал, что вот здесь у меня растет хлорофитум в компании с колиусом. Хлорофитум уже пустил вот такие вот ветви. Вот он уже тут весь цветет вовсю. И еще опунции. Семена опунции, которые созревают в плодах. Теперь вот еще находка. То есть, я могу бесконечно долго, в общем, все это показывать. Но скажу вам, вот этот вот бутылек. Это не просто бутылек. Это семена глоксинии, которые вот черненькие, такие вот есть. И сейчас, если сфокусируется камера, я вам их покажу. Но не фокусируется. Но, в общем, вы поняли, что там черные семена. Покажу вам их, когда буду уже с ними работать, высевать. Ну, семена. Опунции увидели. Там же растет бегония эватеор. Еще один укореняется красный. И также есть еще бальзамины, которые вот еще стоят, ждут своей очереди. Еще фикус бенджамина. Очень такой большой же вырос на подставке стоит. И этот фикус бенджамина у меня вот растет. Давно я его не пересаживал. Вот уже немного есть солей. Но он растет. И света ему маловато. Но ему дает свет. Вот это вот светодиодная лента. Вот по периметру натянута окна. Светодиодная лента. И вот здесь вот, вот-вот-вот есть вот это вот. Это блок питания, который я сделал из пластикового короба. И этот блок питания, собственно, дает ленте нужную мощность, поддерживает. Поэтому, если я ее выключу, то это все будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, это я просто выключил светодиодную ленту. И вы понимаете, насколько освещение упало. То есть, вообще это 5000 люксов. Но, учитывайте, что шторы здесь сейчас опущены. Поэтому, не так-то и светло. Если в зимний период, то, сами понимаете, какое освещение. Естественно, оно вообще меньше. Значит, обращаю еще внимание вот на такие вот лампы. Я вам их не скажу, что рекомендую. Они у меня оставались. И, в общем, вот эти вот такие трубчатые лампы я просто поставил. Они мне как бы не нужны вот так сильно-сильно остро. Поэтому я их туда вот временно прилепил. Значит, преимущество все-таки светодиодной ленте, которая вот по периметру есть. Там была еще одна вот такой же держатель, уголок. И там также росли цветы. Я их уже перевесил отсюда. Но преимущество все-таки светодиодной ленте. Она дает освещение лучше. Она дает освещение ярче. И растения ваши растут гораздо лучше. К тому же она экономная. И со временем, что еще важно, она не мерцает. Вот если я на вот это вот наведу, лампу она будет мерцать. Вот светодиодные ленты как бы таким негативным свойством не обладают. По освещению, вот буквально здесь вот есть такой короб, в котором светодиодная лента приклеена. Но имейте в виду, что если у вас светодиодная лента провисит больше, чем 2-3 года, а это и вот около 2 лет, даже больше, значит она со временем может отклеиваться. И вот если она отклеивается, она будет провисать. Она просто немного греется. И под температурой, в общем, имейте в виду, что ее нужно приклеивать. Она-то, конечно, пальцем прижать. Она будет, но со временем при сквозняках, при каких-то вот таких явлениях, она имеет свойство отвазить. Поэтому вот такой вот обзор получился. Это первая часть. Я буду делать его по частям. Растений немало. Поэтому, чтобы обзоры не были слишком длинные, вот, пожалуйста, вам, друзья, такая вот первая часть. Друзья, еще по скриптуму. В общем, забыл я вам показать еще кое-что. У кого, например, очень маленькие подоконники. Вот, например, как в моем случае. Подоконники узкие. Но, чтобы, например, вам не менять там глобально, ничего не перестраивать. Значит, я заказал. Вот сделали вот такую вот п-образную полку. Эта п-образная полка уходит, ну, она с вот такими вот вырезами, соответственно, под трубы. Она уходит, ну, от стены до стены. И на этой п-образной полке, той ширины, которая вам позволяет, она из цельного дерева. И толщина здесь, кажется, 4 сантиметра. Вот самого, самой столешницы. Нет, тут 3 сантиметра. Толщина 3 сантиметра. И вот между этой столешницей и подоконником обязательно должен быть зазор. Обязательно. Если зазор не сделаете, значит, у вас будет или конденсант собираться, или вот эта вот вся столешница будет слишком нагреваться. Поэтому, пожалуйста, не делайте такого вот вплотную. Оставьте несколько, у кого больше, у кого меньше. У меня вот больше получилось, но тёплый воздух проходит, согревает растения. Эта полка теплее, это немного холоднее. Поэтому, смотря где мне что нужно садить, я это туда и ставлю. Вот такой вот вам ещё совет, кто там страдает от маленьких подоконников. Как бы всё решается, и всё совершенно делается просто. Мне так-то это и страшно, если подоконники маленькие. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.